Я посмотрела вот этот ролик, я дам ссылку, посмотрите, как Зубков уговаривал шимпанзе, которая вышла из вольера и гуляла по территории парка, как он её уговаривал, чтобы она самостоятельно зашла в свой вольер. Это надо было видеть, вот как он её уговаривал, как он с ней общался. Она дошла до тех вольеров, где тигры. Вот, тигры начали пугать шимпанзе. Ну вот они потихоньку, он, общаясь с этой шимпанзе, потихоньку повёл это шимпанзе в свой вольер. Это надо видеть. Вот, посмотрите, шимпанзе не так-то просто уговорить. Она же не понимает язык, но вот жесты она понимает. Я девочка такая, ай-яй-яй. Дай морду. Дядь, есть с тобой? Они там, вот такие игровые они, да? Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты видишь, как я не буду? Вот. Да. Смотри, как ты, пойдём. Вот, а там тигры. Вот. И как они целуются. Вот, обратите внимание, как целуются с шимпанзе. Охренеть! Как говорил запашный, охренеть! Да, вот так вот они завели животное в свой вольер. Не так-то просто. А шимпанзе решила уйти в другую сторону, но потом с большим, как говорится, не применяя никакие лекарства, не усыпляя зубков проводит вот это шимпанзе в свой вольер. Вот, посмотрите. Это надо видеть. Вот. И он заводит, как говорится, вот это шимпанзе, вот теперь идёт в свой вольер. Не так-то просто шимпанзе заходит. Ну вот, оказалось в своём вольере. Я дам ссылку, это надо просто видеть. И довольная шимпанзе ещё там и хлопает. Хлопает в ладоши. Вот он сейчас вот и всё. Вот. Шимпанзе хлопает в ладоши, потому что шимпанзе понравилось, что вернулся в свой вольер, как бы в свой домик. И это надо видеть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала под роликом есть расчётный счёт. Я ещё много чего расскажу. Это запашные дрессируют, а тут зубков на простом, как говорится, из ничего начинает с ними общаться на простом своём языке. И они его слушают животные. Животные его слушают. Какая тут дрессировка. Простое общение человека с живой природой, с живым существом, который не понимает язык, но понимает жесты. и знает, что люди сделают, не причинят животному вреда.